Всем привет, с вами я, Тойбой, и сегодня мы продолжаем играть в игрушечку Локи Крафт. Сейчас мы с вами займемся кое-чем очень интересным, а именно начнем воскрешать наших жителей потихонечку. Главное сейчас постараться дождаться хоть одного жителя из этой моба-фермы моей. Не знаю, будут ли они оттуда вылазить или нет. Вот, главное, чтобы... Да, потому что у меня уже как бы хочется себе побольше жителей надыбать, а у меня до сих пор нету даже двух жителей, чтобы хотя бы они могли хоть как-то размножаться. И так что да, будем сейчас стоять на этом спавнере и ждать, пока у нас будут вылазить всякие разные зомби оттуда. Давайте я чуточку погромче сделаю звуки Майнкрафта, чтобы вы все слышали, чтобы вы понимали, когда к нам плывут зомби, потому что я лично могу ориентироваться даже по звукам. Вот, видите? То есть зомби плывет и издается такой страшноватый звук. Но это, кстати, обычный зомби, он нам абсолютно не нужен, так что убиваем его. До свидания. Я, кстати, еще немножко за кадром побегал, осветил себе территории как можно больше и как можно жестче. Все холмы осветил, все вот эти вот участки, где могли спавниться, криперы и всякие другие нечестивые мобы. И поэтому сейчас у меня более-менее безопасно на участке стало, но все равно как бы еще есть такое чувство, что может кто-то вон там заспавниться, прибежать ко мне, навалять по заднице. Вон там может кто-то заспавниться. Так что этим тоже надо будет потом со временем заниматься, и там тоже надо будет со временем как можно резче себе. Кстати, у меня зомби там пробежал. О, приколист, блин. Так, короче, с этим надо будет как можно резче разбираться, больше освещать. Это обычный зомби, ты что здесь забыл? Это не для тебя делали туннельчик. Туда должен будет отправиться житель. Надеюсь, что мне появится сейчас какой-нибудь алхимик. Было бы очень круто, если бы именно он заспавнился. О, кстати. Нет, это повар. Блин, ну я, по-моему, уже пытался воскрешать повара, и ничего хорошего из этого не получилось. Так, дружище, иди сюда. Ты побежишь ко мне? Слушай, братан, не надо здесь застревать. Ой. Ой-ой-ой. Что я натворил? Зачем-то я его запер. О, он полез, он полез. Хорошо, закрываем его там. Блин, он встал так, что я блок не могу туда поставить. Окей. Поставим вот сюда. Давайте сейчас посмотрим, что у нас за житель находится дома у нас. Просто мне кажется, у меня там точно такой же повар. Хотя это не факт. Да, слушайте, у меня точно такой же повар здесь стоит. Ну, давайте второго повара себе сделаем. Почему бы нет? Мы в целом, думаю, справимся с таким количеством поваров. О, все, хорошо. Забафали зомби, и сейчас он должен будет со временем потом взять и превратиться в обычного моба. Так, теперь убиваем всех лишних зомбарей здесь. О, как много там заспавнилось их. Блин, на меня эффект слабости действует. Я слабее бил по зомбарям. О, кстати, новый житель. Вот, вот такого жителя я два раза пытался воскресить, и два раза ничего не получалось. Я не знаю, что за проблема, как вообще их воскрешать. Ну, вот эти зомби, они самые неподдающиеся. Я даже не знаю, что это за зомби. Это фермер или просто обычный житель? Ну, то есть, как бы, вот это понятно, что повар. А вот это непонятно, кто такой. И я его лучше убью, и не буду пытаться воскресить. Это бесполезно, ребят, честное слово. Два яблока потратил, два заклинания на него также было слито, и все впустую. Ничего не получилось. Так что да. Сейчас будем стараться нормальных зомбей себе выбивать. И нормальных жителей делать. Так, дружише, тебе как, нормально? Смотрите, его все еще штырит. У него все еще эти эффекты красные всякие разные. И мне кажется, скоро его отпустят. Вообще, лодка здесь не просто так, чтобы заранее не это, не смущались фактом наличия ее здесь. Да, е-мое, почему я в нее залез? Почему я здесь блок поставил? Мне опять, блин, будет некрасивая дорожка. Вот она портится каждый раз, когда я ставлю на нее блоки. Эх, так, давайте добудем сейчас эту лодку. Мы в нее посадим потом нашего жителя и отправим его точно так же на второй этаж к его другу. Так, здесь вы должны умереть. До свидания. И по поводу фермы наростов, мы с вами уже обсуждали эту тему в прошлой серии. Я так подумал, я сделаю ее вот здесь. То есть пробурю вот здесь вот такую небольшую шахту, туннельчик вперед. И сделаю там, скажем так, точно такой же круг. Только весь круг будет не из пшеницы, а из наростов адских. Только вот здесь целая куча всяких разных блоков. Их надо осушить. И начать копать просто-напросто вперед. Таким образом, мы с вами сделаем еще один участок под ферму. Главное разобраться, как именно скапывать этот туннельчик. Сейчас давайте хотя бы какую-то основу сделаем, пока у нас день, пока у нас зомби не спавнится. Так, давайте глянем. Раз, два, три, четыре, пять. То есть пять блоков я иду вот сюда. Вот таким образом. Раз, два, три, четыре. Пять, шесть. Кстати, давайте сделаем себе уже в кои-то веки нормальную железную лопату. То я устал уже ручками своими все вкапывать. С лопатой будет намного эффективнее все продвигаться. Ну давайте хотя бы каменным для начала. Какая разница? Особо сильно нет ее. Так, и наш житель еще находится в этом экстазе. Он все еще в процессе обращения. Так, и здесь получается раз блок, два блока я выкопал. Надо еще копать. И здесь уже начинается эта дурацкая каменная порода. Так, давайте оп. Раз, два, три, четыре. То есть получается я делаю раз, два. Во. Теперь пять здесь. По сути дела я должен был повторить то же самое, что и вот здесь. Пять блоков. И теперь раз, два, три, четыре, пять. Я вскапываю шестой блок и веду его на четыре блока вперед. Так, давайте здесь свет сделаю какой-то начальный. Так, давайте еще раз. Раз, два, три, четыре, пять. Ага, вот это шестой блок у нас получается. Я вот здесь вскапываю. И веду вот этот туннельчик на четыре блока вперед. Вот, давайте сразу заранее будем считать. Раз, два. И раз, два. Все, здесь четыре блока получается. Тек. Возвращаемся назад. В целом, да, это как-то так должно будет работать. Только мне еще надо будет скопать всю вот эту вот часть блоков. Чтобы здесь не было никакой грязи, никаких вот этих вот булыжничков. И еще надо будет на два блока это все вверх поднять. Чисто чтобы ферма у нас была... Хотя нет, я не хочу поднимать на два блока вверх. Я, наверное, просто на один блок вверх подниму и на один блок вниз опущу. Просто для того, чтобы мы с вами могли засадить здесь все. Так, давайте глянем, что у меня там с жителем. Превратился ли он в обычного прекрасного гражданина моего небольшого участка земли. Так. О, да, он стал обычным. Хорошо, у меня теперь второй повар есть. А здесь кто наспавнился? Ой, всякие бомжи. Сейчас мы от них избавимся быстро. Ну, кстати, мало зомби спавнится, капец. Это все из-за того, что день. Это все из-за того, что гребанный день. Ночью они спавнятся гораздо эффективнее и гораздо в больших объемах. Так, чувак. У тебя сейчас нет никакого выбора. Ты должен бежать и садиться в эту лодку. Вместе со мной. Понятно? Не знаю, как он сейчас понял или не понял мою информацию. Но я надеюсь, что он догадливый парень и... Да я не хочу садиться в лодку. Я хочу сломать блок. Капец. Давай, друг. Садись в лодку. Алло. Не, он какой-то пофигист, слушайте. Друг. Куда ты побежал? Это капец. Это капец. Он просто бегает от меня. Ну, дождь же идет. Забеги в дом. Вот здесь вот есть дверка. Есть вход. Для обычных людей. Ты же теперь обычный человек. Давайте мы попробуем прямо на него лодку поставить. Может быть, таким образом он... Сядет в нее. Нет, он вообще не садится. Никоим образом. Слушай, чувак, ну сядь в лодку. Я тебя прошу. Ну, хоть попробуй. Это прикольно. Блин, придется мучиться с ним. Придется ждать, пока он забежит в дом. Я надеюсь, что он вообще, в принципе, знает, как забегать в дом. Потому что первый сориентировался. Он прибежал вот сюда. Открыл дверку и зашел в этот дом. А этот может затупить. И из-за того, что этот дом уже занят другим жителем, он может не зайти в него. Давайте, знаете... Может быть, здесь ему проход сделаем. Он туда забежит, а мы его закроем. Ну, куда ты ушел? Кому я тут скапываю? Ради кого я здесь вожусь? Алло. Ну-ка, давай возвращайся. Хотя бы вот сюда вот. Попробуем его пробурить. У меня здесь, конечно, целая куча блоков. Всяких разных. Которые мешатся сейчас будут на проходе. Но их недолго будет убрать. Давай. Заходи. Я тебе могу даже дверь здесь поставить. Хочешь? Нет? Слушайте. Просто наплевать ему, походу. О, не-не-не. Он идет. Он зашел. Отлично. Все. Братишка, ты попался. Ты попался и больше тебе нет отсюда выхода. Сейчас, погоди, только я закроюсь. Как следует. Из грязи. Тек. Раз, два, три. Раз, два, три. Все. Отлично. Куда он пошел? На второй этаж? Если на второй этаж, то отлично. Нет, он вернулся на первый, судя по всему. Где-то здесь тусуется. О, давай, давай. Поднимайся на второй. Там тебя друг твой ждет. Вы можете там позаниматься своими обычными жительскими делами. Ну, вы поняли, о чем я. Что эти носатые делают друг с другом. Но они, походу, стесняются пока что друг друга. Хотя оба повары. Оба должны знать свое дело. Оба могут пообщаться на общую тему. Но не хотят, судя по всему. Так, все. Давайте отправляемся дальше. Посмотрим, что за зомби еще у нас заспавнились. Надо вот этот участок снова закрыть. А то мало ли вдруг кто-то там появится. А мы не успеем его закрыть. И он выйдет, умрет. Так. У нас заспавнился житель, точнее зомби обычный с броней. Окей. Допустим, это нормально. Теперь идем обратно в наш туннельчик. Еще немножко сейчас покопаем. Пока у нас ночь не наступила. Надо здесь все, кстати говоря, освещать хорошенько. А то заспавнится какой-нибудь гад. И ферму мне запортит. Давайте вот тут скопаем сейчас. И надо будет, кстати, с второй стороны повторить. То, что мы делали с первой стороны. Также скопать на 6 блоков вбок. И также попытаться вывести... Так. Мне кажется, я многовато блоков сделал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Хотя нет. Слушайте. Раз, два, три, четыре, пять. И вот тут уже шестой блок начинается. Судя по всему, это... Это должно было так работать. То есть вот здесь я буду возводить эти колонны свои, как обычно. Так что все верно, все правильно, все надежно. Так, давайте теперь копаем вот сюда вбок. Тек. Хорошо. Сколько блоков? Три. И надо еще скопать... Так, четвертый блок. Теперь пятый блок. И шестой блок. Сейчас надо вскопать вот так вот, чисто прямо, чтобы проверить, действительно ли я все верно выкапываю. Так, давайте. Просто вперед копаем. У меня, кстати, будут еще некоторые проблемы потом в дальнейшем. Да, кстати, я вовремя остановился и правильно все вскопал. Короче, чем будут связаны проблемы? С тем, что у меня мало песка душ. Надо будет идти в ад и вскапывать там песок душ. Потому что он у меня в ограниченном количестве. По-моему, 40 штучек находится у меня его сейчас в использовании свободном. И чтобы все работало, мне надо будет, ну, примерно два стака песка душ вот на эту всю ферму потратить. Тогда, собственно говоря, будет все нормально работать. Зачем я здесь блок поставил, я не понимаю. Так, давайте глянем, что там с зомби-жителями. Появляются ли новые. Сейчас уже вроде как темнеть начинает. Да, видите, все розовое. Так, и появился новый повар. Да не, я не хочу делать третьего повара. Ну что, прикалывайте. Это будет максимально странно. Ой, ладно, я убью его. К сожалению, я его убью. И, наверное, постою тут еще немножко, попытаюсь подождать, пока у нас начнет фармиться зомби. Пока они начнут всплывать. Потому что сейчас ночь, сейчас они гораздо интенсивнее будут появляться. И гораздо интенсивнее будет работать спавнер. Поэтому я здесь подожду. И там, судя по всему, железка дропнулась, да, с зомби. Есть небольшой шанс, что выпадет железо. Это очень приятно. Но не всегда работает. Так что, да, на это надеяться не стоит. И, если что, кто не заметил, я вот здесь еще немножко улучшил себе, получается, зачаровальню свою. Добавил на нее тоже крышу. Такую же, как на спавнере с зомби. Ну и в целом, выглядит вроде как неплохо. Не знаю, напишите в комментах. Может что-то добавить, может что-то изменить здесь. Чисто так, чтобы она поприкольнее выглядела, эта ферма. Так, и вот здесь надо вскопаться. Потому что туда должен будет бежать зомби-житель. А у меня здесь все заблокировано. Так что, давайте открываем проходы. Вот здесь тоже закрыто, надо открыть. Тик. Отлично. Ну и где зомби? Алло. Вы собираетесь там выходить? О, кто-то плывет. Привет. Как дела? Бам! Бам! И в следующей серии я, наверное, опять отправлюсь за алмазиками. Только в этот раз мне надо будет нафармить побольше их. Просто потому, что у меня уже ломается меч. Ломается одна моя кирка. И надо будет это все дело постараться починить. Чтобы оно у нас подольше, подольше сохранилось. Потому что меч на стату 5 я, наверное, еще не скоро смогу себе добыть. Это очень редкая вещь. И потерять ее будет очень-очень обидно. Опять мне надропали целую кучу лишнего лута. Можно я его сброшу просто вот сюда? Эй, нет. Да е-мое. Не хочет он сбрасываться. У меня уж скоро места в инвентаре не будет из-за того, что падают шмотки. Так, ну и сжигать я их здесь тоже не буду. Потому что я уже один раз попытался сжечь. И у меня вся деревянная постройка загорелась. Я начал паниковать и чуть не потерял свой спаунер из-за этого. Так, опять у нас зомби с кожаной броней. Не надо, не надо. Ой, опять он у меня штанами своими плюнул. Ладно, забираем. Потом где-нибудь сольем быстренько. Так, и что за следующий зомби у нас там подплывает? Э-э-э, обычный зомби. Не, ты нам не интересен, братишка. До свидания. Что там еще спавнится? Пока не вижу. Кстати, отличный метод. Время от времени выходить из игры. Заходить обратно. Тем самым спаунер как будто бы обновляется. И зомби начинают гораздо резче спавниться. Это так чисто лайфхак. Если у вас тоже есть свой собственный спаунер. И вы тоже его построили по моему методу. То вот таким образом вы можете себе вообще изи выводить мобов гораздо шустрее. То есть, смотрите, я только перезашел и сразу появился зомби. Он плывет ко мне. И опять в кожаной броне. Да отстань от меня. Мне не нужна кожаная броня. Во. Еще зомби у нас приплыл сразу же. Следом. Ну как видите, да, реально. Частота спавна зомби увеличилась. Теперь они гораздо шустрее появляются. И их гораздо больше. Так, давайте. Я хотел опыта собрать, но походу не судьба. О, кто-то в броне плывет. В золотой причем. А ну иди сюда. Сейчас я тебе наваляю. Тяк. Тяк. Ты. Блин. Опять он мне броню скинул. И вот таким образом потихонечку, потихонечку набиваем морды зомби. И выбиваем себе опыт. Опыт и зомби-жителей. Так. Ты нас не интересуешь. Кто там следующий будет? Подходите. Бесплатные тумаки по заднице. Все как вы любите. О, житель. И это, судя по всему, кузнец. Сейчас мы будем его воскрешать. Главное, чтобы он не затупил. И побежал сразу в нужном направлении. Вон в ту сторону. Можешь вот сюда прибежать, дружище? Давай, иди ко мне. Я здесь. Эй. Блин, он, походу, забегал из-за другого зомби. Давайте сейчас убьем этого зомби. Вот этого тоже надо прибить. Так, друг, я здесь. Давай. Идем ко мне. Я тебя даже открою здесь. Ты удивишься, конечно. Но это удивление будет недолгим. Потому что я тебя обратно потом закрою. Так, вот здесь закрываем. И на всякий случай вот тут тоже закроем, чтобы, если что, жители потом не пытались сдохнуть от зомби. Так, и... Ой. Этот парень с броней на шипы. Мы его сейчас треснули и урон сами себе нанесли. Так, теперь давайте берем одно заклинание слабости. Яблочки у нас имеются. Так, вот здесь надо бы вскопать. Ты же не выберешься, да? У тебя же нет такой возможности. Да, он тут застрял. Теперь скидываем на него зелье слабости. Блин, на себя опять попали. Даем ему яблочко одно. Все, он начинает обращаться потихонечку. И я бы еще хотел сразу вот этого жителя как-то увезти вот сюда в угол, что ли. Тоже его воскресить. Ну, давайте попробуем. Не уверен, что это хорошая идея и она получится. Но думаю, что стоит попытаться. Так, давайте. Уйдь. Надо. Блин. Себе топорик сделать уже. А то я так мучаюсь. Ломая все от руки. Так, и где мой меч? Меч на месте. Давайте, может, посмотрим. Может, еще какой-то житель заспавнится. Ну, иди сюда. А что там за житель? Это тот самый житель, который не обращается. Обычный житель. Я его убью. Я не хочу с ним дела иметь. Ай, нет. Повара не бить. Я не хочу себе третьего повара делать. У меня вот тут сейчас кузнец будет. Отлично. Если он появится. Ну, может, вместо повара еще кого-то забацаем себе. Ты можешь сюда подойти? Алло, друг. Ты там завис? Судя по всему, да. Наверное, стоит его туда толкать. Ой. Ну, все, дотолкались, как говорится. Ну, ничего страшного. Не хочу себе еще одного повара делать. Я уже объяснял, почему. Так, и может быть, им вот здесь вот освободить пространство, чтобы они могли нормально продвигаться в эту сторону. Может, они тогда не будут прыгать и спокойно смогут пробираться. Ну-ка, вот тебя сейчас туда толкну. Ты давай там останешься только. Иди сюда. Ну, куда ты? Я здесь. Не? Не хочешь ко мне бежать сюда? Ну, ладно, это не будет так работать. Надо вот этого зомби воскрешать поскорее. И тогда следующего сможем с вами создать жителя. Ну, так, в целом, давайте сейчас я еще немножко поубиваю зомби. Ой, куда он пропал? Лол. Если вдруг найду какого-то жителя, если вдруг вот этот житель станет жителем, я к вам вернусь. Так, и отличные новости. У меня получился, получается, кузнец, да? Ты же кузнец. Давайте сейчас его высвободим из нашей ловушки, из нашей клетки. Так, хорошо. Да, это самый настоящий кузнец. Надеюсь, ты сейчас забежишь сразу в дом, потому что больше тебе никуда не надо забегать. Я тебя прошу, забеги в дом. Давайте его, может, протолкаем туда. Не, он не хочет максимально туда идти. И я нашел еще одного там жителя. Это у нас то ли картограф, то ли ученый. Я не знаю, кто именно. Но его мы тоже воскресим с вами сегодня. Ну, нет. Вернись домой. Смотри, тут двери. Тут прикольно, тут интересно. Ладно, может, ночью он забежит туда, я не уверен. Сейчас давайте вот здесь вот откроем пространство наше. Получается, надо вот здесь блоки сейчас поставить. А у меня нету блоков. Капец. Ладно, так сойдет. Вот, на первое время, думаю. Так, и убиваем всех лишних зомби. Открываем вот здесь вот дверь. И запускаем туда нашего ученого. Ученый, ты пойдешь ко мне? Смотри, я здесь. Я тебе даже открою. Ты можешь выбраться? Алло. Так, 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 так. Убежал. Хорошо. Нет, куда ты назад возвращаешься. Вот придурочный. Ну давай, я тебя тут жду. Не хочет он как-то бежать. Ой, реклама, реклама, реклама. Дурацкая реклама. Я его сейчас потеряю из-за этого. Забеги назад, забеги назад. Ай, все, это конечное. Было приятно с тобой иметь дело, но из-за дурацкой рекламы я потерял зомби-жителя. Возможно, даже очень хорошего зомби-жителя. Ладно, окей. Все, заканчиваем на этом серию. Всем спасибо за просмотр. Всем до скорых встреч.